Привет, мои дорогие зрители! С вами Элла Австралия, Салматы. Я заранее извиняюсь за свою дикцию, потому что пришла от зубного доктора, и у меня ещё наркоз во рту, у меня язык заплетается. Так что решила сделать видео. Брат, это познакомьтесь все, это мой брат, его зовут Валерий, Валерий Поликарпович. Ой, не надо, такой официозный. Просто, просто Валера, просто Мария. Я просто Мария, а тут просто Валера. Вещь Валера. Дорогие мои зрители, я хочу вам сказать, вполне серьёзно, Мой брат, он готовит лучше всех, лучше любой женщины, которую я знаю. И поэтому... Женщины тебе не попадали, что ли? Дорогие зрители! Сейчас Валера расскажет и покажет вам одно удивительное блюдо, которое я хочу, чтобы осталось на века на Ютубе. Во-первых, потому что я потом буду, естественно, готовить, потому что ты мне объясняй, не объясняй, я потом ни черта не помню. Пока, знаете, лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать. Так что, Валер, ты зрителям покажи вот эти... Хорошо, я сам покажу. Знаете, это твоё такое длительное такое вступление, увертила к опере. Давай, покажи нам, из чего ты готовишь. Ну, в общем, банальные растения, как такие есть, ну, может быть, банальные для Азии, конечно, да. Это вот, вот эта вот фасоль жандо, так называемая. Вот она выглядит вот так. Я вот эти вот два оставил, кстати. Прошу, кстати, сразу прощения за свой внешний вид. У нас сейчас... За окном. Жара 40 градусов. Можно даже градусник продемонстрировать. Ну, может быть, так поверите на слово. Вот. Ну, и вообще повод свой загар показать. Давай, Леша, начинай, рассказывай. Ну, ладно. Всё, поехали. Поехали. Так, в общем, жандо. Жандо. Чуть ли не жандосов. Вообще, я на него подсел плотно. Это вообще-то в Таиланде. Вот. Потому что там оно как-то... Это растение довольно дешёвое. Вот. Ну, и мне знакомое было. Вот. Я знал просто, что с него делать можно. Вот. И... В общем, делается так. Всё. Вот я нарезал на такие фрагменты. Вот по... Такого размера. Ну, не замерял. Примерно 5 сантиметров. Значит... А это чесночная стрелка. Вот. Чесночную стрелку... Вот. Ну, она бывает вот летом, знаете, один раз только как бы сезон проходит, когда надёргают её. У нас она, наверное, из Китая. Потому что, ну, где столько чеснока, где стрелок можно надёргать? Наверное, китайцы всё-таки это привозят. Ну, и дёшево так это всё продают. Она... Цена одинаковая, что стрелки, что вот это жандо. Я её поэтому купил так, половина на половину. Ну, в общем, вот такой пучок стоил доллар. Нет, ну, не так там, знаешь, как получилось. Ну, да, около доллара стоит килограмм. Нет, килограмм. Килограмм. А зимой, 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 вот такое количество, даже меньше, пару вот таких вот... Джон досин. Да, да. Вот таких вот. Уже стоит будет 400, наверное. Ну, ладно. В общем, блюдо, конечно, это летнего такого сезона. Теперь, что нам надо? Да подожди. Я вот, знаешь что? Во-первых, не хотел утомлять никого вот этим процессом технологическим. Вот это резание. Все знают, как можно соломкой порезать. Вот порезал я вот этот перец. Вот лук порезал. Мясо я беру говядину или свинину нежирную. Вот. Режется вот мелкими. Я беру его такое, она относительно замороженная, так умеренно, чтобы ее можно было, ну, удобно порезать мелко соломкой. Вот. И вот нарезаю вот такими фрагментами. Ну, кстати, для тех, кто мясо не ест, можете и без мяса это делать. Ну, и еще, конечно, скажу, что если человек, кто мясо не ест, те, наверное, вот эти вегетарианцы, они, наверное, знают. Это растение лучше. Вот. А вообще, оно как самостоятельное блюдо хорошее. Ну, и как вот просто такое, ну, вот это есть с этим, например, вот делать фунчозу. Я вот собрался, вот я сжал пачку этой фунчозы. Ну, вот. Потом предварительно для этого уже замариновал морковку. Для фунчозы? Да. Да, для фунчозы я замариновал. Ну, а стрелки, ну, все, наверное, кто знает, как с ними обращаться, просто обрезаешь вот это соцветие с семенами. Ну, и потом вот этот немножко кончик, который заветривается, вот, он просто вот тоже вот так вот обрезается. Ну, и потом вот все это пучком я сразу... Оно вообще, вот эти блюда, каждое по себе хорошо, вот. Но вместе еще лучше. Так. Ну, вот еще немножко, совсем капельку морковки. Да не капельку, но маленькую морковочку. Так. Ну, как зайчику. А теперь это... Что это? Это. Это. Это масло. Это масло. Это сковорода. Это масло, это сковорода. Ты рано включила, я не успел разогреть масло. Ну, сейчас, включу, когда масло разогреется. Ну, вот, да. Ну, вот, наконец-то разогрелась сковорода. Вот. Мясо. Все. Опускаю. Ну, момент такой, его не пережарить. Вот, иначе оно будет сухое. Вот, немножко поджарится, потом мы сюда кинем лук. И будем уже дожаривать с луком. Да. Ну, вот, в таком, собственно, вот, такой готовности, да. Ну, чуть-чуть, может быть, да, чтобы запахло жареным немножко. Ну, вот. Ребят, вот, буквально, вот, буквально, как только красное, не видно красного мяса? Красного, оно уже, да. Да, это, ну, сколько это взяло? Две минуты, наверное, да? Да. Ну, больше. Ну, еще высыпаю лук. Ну, лука довольно много. Сыпаю, ну, в надежде на то, что он очень сократится при жарке. Ну, вот, ребят, видите, температура начинает падать сейчас. 35. 5. Нет. 30. 39. Слушайте, сейчас с братом у нас уже чуть ли не на спор идет. Поместятся сюда джандосы или не поместятся? Какие джандосы? Джандо. А, джандо. Это джандо, а то, что их много, это значит джандосы. Нет, если они с этим, это же, с чесноком, это их тогда надо называть. Ну, вот. Что-то, джам чесноки. Джам чесноки. Ну, в общем, лук уже... Ужарился. Ужарился. Да, ужарился. Высыпаю немножко вот эту вот одну морковку. Собственно, она больше декоративного назначения, чем... Потому что можно будет потом добавлять просто маринованную морковку. Если вы хотите, по-корейски. Так, теперь перец. Высыпаем. Ну вот. Теперь кладем перец. А еще другое. Если вдруг у вас будет недостаточно масла, потом можете немножко добавить. Ну, да. Ну, кто любит пожирнее, как говорят. На вкус и цвет. Ну вот, две минутки где-то. И сейчас будем стрелки... Нет, стрелки пока не будем торопиться. Я на блендере разбил эти свежие помидоры. Можете просто порезать. Вот. Заливаю этими помидорами. А ты кожи снимал с помидоров, нет? Нет. И на сколько это оставлять? И теперь ставлю на маленький огонь. Вот. Закрываю крышкой. И будет стоять... Ну, так, чтобы перец и мясо стало уже... Для состояния готовности. Сколько примерно? Ну, может быть, минут 15. В зависимости от того, какое мясо. Так. Ждем. Ждем. Закрываем и ждем. Так. Ну, мясо оказалось жестче, чем это можно было ожидать. Потому как это была все-таки говядина. А вообще на говядину я никогда сильно не надеюсь. Вот. Ну, в общем... А еще это раньше готовил. А я свинину в основном всегда использую. А говядина это так в угоду моей жены Раи. Ребята... Вы знаете, в общем, все зависит от мяса. Думали 15 минут. Ну, а теперь будем упаковывать. Мы поспорили, войдет или не войдет. Войдет, не войдет. Я сказал, что войдет. Ну, вообще, выглядит это вот так. Пока. Пока. Ну, ладно. Вот, зараза. А вы знаете, что он меня обхитрил. Он точно это... Ну, естественно, он это готовил. И покупал приблизительно всегда одинаковое количество. Так, закрываем. Все. Опять же, тоже на маленьком огне. Ребят, упаковалась. Упаковалась. Все-таки. Да. Несмотря на спорные, на большие... Немножко огонь сделали побольше. И сбыву из правового числа. Упустили один немаловажный момент. Это по части соли. Ну, кто любитель соуса, я предпочитаю вместо соли употреблять соевый соус. Вот. Ну, если кому-то это китайоза не очень как бы нравится, то можете просто посолить, посолить. Вот. Потом, что еще? Ну, и кориандр или кинза, это... По вкусу. По вкусу, конечно, да. Ребят, вот уже поставили кинзу, но она зеленая на зеленом, ее не видно. Ну, вот финал. Финиталя комедия. Финиталя. Финиталя. О-ля-ля. Ребята, слюнки потекли. Ням. Сейчас брат будет пробовать, а мне нечем. Блин. На завтра. Ну что, вкуснятина готова. Я только сейчас попробовала. Просто пальчики оближешь. Что я могу сказать. И, конечно, по вкусу я бы сюда еще добавила немножко острятинки. По поводу острятинки будем готовить ее завтра к этой, к фунчозе. Заодно, сразу. Ну, ладно. Валера, спасибо тебе большое. Дорогие мои зрители, если вам понравилось это видео, Не забудьте поставить лайк моему брату. Всего доброго. Пока. Пока.